Девушки отдыхают Саша не надо, потому что я не люблю этого всего, и зачем это? Он и так человек такой экзалитированный, и еще он будет плясать, и я... Нет, он сам не плясал, но вот на тот набор. Нет, я этого очень не люблю, и мне так всегда больно и обидно за людей, когда вот так вот человек пляшет там или что-то делает вот такое. На самом деле, не знаю, я-то думаю, что человек все-таки должен быть естественным совершенно. Сентиментальное путешествие Бориса Рыжего по угрюмому району Екатеринбурга с кувалдовым именем Торчермет совершенно естественное. Ведь, наверное, приятно возвращаться в места, где прошла безвестная юность, возвращаться еще не всеми признанным, но уже этим поэтом, в лайковой перчатке узкая рука, на затылке кепе, ну вы помните, не сильно. Борис Рыжий тоже поэт и тоже хулиган. Как он говорит, хулиган в прошлом. Только прошлое у него такое краткое, ему и теперь-то 25, что это прошлое, естественно, все еще длится в настоящем. В его стихах. Вот это мой двор, мой дом, где я прожил лучшую половину своей жизни. Я прожил здесь 10 лет. Тут ничего не изменилось, тут все по-старому, как было. Ну вот прибавились решетки на окнах, может быть, и надписи стали не по-русски на стенах, а по-английски. Что еще? Ну и тут поумирала, наверное, большая часть моих любимых людей. Кто от наркотиков, кто от чего-то еще. Но в основном от наркотиков. Те, кого я любил и кого я уважал. Боря, а вас вообще много били, нет? Били много, да. Да, били. А что так? А как-то у нас всех били, и все били кого-то. То есть было такое, да, кто-то кого-то бил всегда постоянно. У нас на каждой раз в день шоу такое было. Кто-то кого-то бил. Меня били, я бил. Вот так вот было, да. Что, других увлечений никогда не было? Или это было какое-то состязание о мужской доблести? Да нет, я не знаю. Это просто было шоу. И как бы это было здорово. Все смотрели. То есть если ты смотришь, то ты тоже участвуй. Нормально. У нас одному молодому человеку даже написали, помню, в личном деле. В драках не участвовал. Но был частым подстрекателем. Но это было как бы нехорошо с такой характеристикой выйти. Надо было, чтобы участвовал в каждой драке. Но это было бы здорово на самом деле. А так это что это такое? Это, не знаю, чиновничья характеристика. В кварталах дальних и печальных, что утром серые пусты, где выглядят смешно и жалко, сирени и прочие цветы, есть дом шестнадцатиэтажный, под домом тополь или клен, стоит усталый и ненужный, пустое небо устремлен, стоит под тополем скамейкой, лбом уткнувшийся в ладонь. На ней уснул и видит море, писатель Дима Рябаконь. Он развязал и выпил водки. Он нахер из дому ушел. Он захотел увидеть море, но до вокзала не дошел. Он захотел увидеть море, оно страдания предел. Проматерился, проливелся и на скамейке захрапел. Но море синее, голубое, оно само к нему пришло. И радостное, и родное, заулыбался светло. И Дима тоже улыбнулся, и хоть недвижимый лежал, худой и лысый, и беззубый, он прямо к морю побежал. Бежит и видит человека на золотом на берегу. А это я опять до моря доехать тоже не могу. Уснул, качаясь на качеле, вокруг какие-то кусты, в кварталах дальних и печальных, что утром серы и пусты. Первая любовь у меня закончилась удачно. Это была школьница такая вот Ирина, которая стала впоследствии моей супругой. И которая впоследствии родила меня замечательного сына Артема, который совершенно очень талантливый человек, на мой взгляд. И очень такой, очень умный мальчик. Вот я думаю, что меня любили гораздо, меня любило гораздо больше людей, чем, скажем, я любил. Вот, я любил одного человека. Так вот, всю жизнь я любил эту женщину, я эту девочку, да, когда я ее пострещал, вот, я ее сразу полюбил, когда я ее увидел впервые, да. И вот, слава богу, у нас, скажем, уже 8 лет, мы с ней живем, и все очень хорошо. Вот так вот. КОНЕЦ Вот это, бывший дом пионеров, где прошла лучшая половина моего детства. Здесь я клеил самолеты, которые летали, хоть плохо, но летали. А сейчас посмотрите, все разрушено к чертовой матери. Ничего не осталось, а скоро этот дом вообще снесут. И непонятно будет, куда прибить мемориальную доску. Придется ставить памятник. Вот здесь. А это народные деньги. Опять народные деньги. Померкли очи голубые, погасли черные глаза, стареют школьницы былые, беседки, парки, небеса, исчезли фасточки, манжеты, а с ними весь ажурный мир. И той скамейки в парке нету, где было вырезано бррр. Я сиживал на той скамейке, когда уроки пропускал. Я для одной за три копейки любовь и солнце покупал. Я говорил ей, не бы лиц, и умрем. И все начнется вновь, и все на свете повторится. Скамейка счастья и любовь. Исчезло все, что было мило, что только началось. Любовь и счастье мимо, мимо. От скамейки в парке пронеслось, ищи осталась глупая досада. И тихо злит меня опять не то, что говорить не надо, а то, что нечего сказать. Былая школьница по плану, у нас развод, да будет так. Прости былому хулигану, что там, поэзию и мрак. Я не настолько верю в слово, чтобы как в юности тогда сказать, что все начнется снова. Ведь не начнется никогда. А вы читали Дон Шиланский список Пушкина? Ну, там он же небольшой. Ну как, да, что человек? Ну, этого я не знаю. Мне кажется, Пушкин прихвастнул. Мне кажется, он был человек очень такой... Очень такой положительный. Я могу запросто прихвастнуть, но вот сейчас мне нет, не хочется. Но если бы, допустим, мне хотелось, я бы прихвастнул. Нет, сейчас мне не хочется хвастаться. Боря, а может вы уже себя, такого бронзового безупречного поэта уже, безусловной такой, безупречной репутацией уже ваяете? Ну, я ваяю, да, конечно. Ну как так? Дитя в Торчернето, дравшийся, имевший разных сомнительного рода друзей, любящий выпить водочку. И вдруг совершенный прочерк по женской части? Ну, да, да, нет. Почему? Нет, ну просто я люблю одного человека, и любил одного человека. И как-то вот так вот получилось у меня в жизни, вот. Что вот с этим человеком... Не знаю, ну вот Элеонора, ну поверьте мне, я не знаю, но может действительно... Да мне-то что, лишь бы жена поверила. Ну и мужчина, вот. Но, нет, жена мне верит, я верю в жене. Я думаю, что в этом все нормально. Я считаю, что так и должно быть на самом деле, что в принципе, как бы первая любовь должна заканчиваться удачей, вот. А не трагедией. Трагедия, она в другом в чем-то. Она как бы вот, она есть вообще в том, что ты родился, и в том, что ты толчешь в рифму, вот. Потому что ты не пишешь прозу, а ты пишешь в рифму. А почему ты пишешь в рифму? Это трагедия, вот. Это трагедия, что ты не можешь писать, вот просто писать, сесть и писать. Вот и все. А зачем мне еще какие-то трагедии? Вот говорят, поэту нужна трагедия. Да трагедия поэта в том, что он поэт. Вот и все. Больше никаких трагедий у него не должно быть. Так сказать, творческое наследие Бориса Рыжего пока невелико, но уже высоко оценивано. Он стал лауреатом литературной премии «Антибукер» за единственную публикацию в московском журнале «Знамя». Факт без прецедива. Сколько времени получил? Четыре тысячи долларов. Да, нормально. Это вот недавно? Да. Это уже когда вы на патрице, да? Угу. Они выдали мне, короче, налички, деньги. Вот, например, русскими рублями. Рублями. Просто рублями. Выкусывая, да? Да, я еду в такси, вот, короче. И что-то меня, короче, вот такие две пачки 500 рублев, короче, вот. Я в другом, короче. Я еду в такси, вот. И меня-то бывает. Не могу, понимаешь? Не могу. Знаешь, что могу тебе бить там вообще там в уровне своего. Он достанил одну пачку, потом вторую, короче. Давай мне трясти, короче. Без шофером вот такое дело было. Да, я такие деньги, да. Давай, тянут. Ну, я сейчас с ума тянут. Вы что-то сегодня вообще-то испытали вот на съемках? Вот взглянув на Торчермет, может быть, с некоторой иной точки. Что это вообще за место? Ведь это, как бы, очень родное вам место, и от которого вы уже совсем отошли. Я не отошел от него, это действительно родное место. И я не знаю, что я испытывал. Вот когда я один приезжаю, да, туда, там, скажем, то тогда я действительно что-то испытываю. Какое-то вот такое... Не ностальгия, а что-то такое, вот какое-то такое чувство, что вот, что вот, вот я здесь жил. Я не знаю даже. И здесь меня знают, как просто там, вот меня именно, да, что я там ничего, я ничего не сочиняю. Им совершенно, этим людям совершенно по барабану, да, там, пишу я, не пишу, вот. И они меня любят за то, что я есть, вот какой бы я ни был. И я их люблю за то, что они есть. Какими бы они ни были, эти люди. Вот и все. А сегодня, сегодня, я не знаю, сегодня я вряд ли испытывал это чувство, потому что я был весь погружен в работу. Я ходил там, я там как-то там еще что-то показывал, что-то вот. И мне было интересно просто, как вот так вот съемка и все это вот, все такое вот. Вот так я был весь погружен в эту атмосферу, а не в атмосферу любви. Может, поэтому я как-то там цинично немножко сказал о каких-то вещах. Приобретут всеевропейский лоск, слова трансазиатского поэта. Я позабуду сказочный Свердловск и школьный двор в районе Хторчермета. Но где бы мне не выпало остыть, в Париже знойном, в Лондоне промозглом, мой жалкий прах прошу похоронить на безымянном кладбище Свердловском, не в плане нерешенной красоты, но вычурной и артистичной позы. А потому что там мои кенты, их профили на мраморе и розы, на купоросных голубых снегах, закончившие ШРМ на тройке, они споткнулись с медью в черепах, как первые солдаты в перестройке. Пусть Хторчермет гудит своей трубой, ласт-полимер пускай свистит протяжно, а женщина, что не была со мной, альбом откроет и закурит важно, она откроет голубой альбом, где наши лица в будущем согреты, где живы мы в альбоме голубом. Земная шваль, бандиты и поэты. Звонили и сказали, что Борис, вот там, тудым-сюдым, готовьтесь, напишите там какое-то там слово вступительное еще, да, ну что-то такое вот, типа там Нобелевская речь, вот. Ну я навалял там, у меня самое короткое такое слово, вот. Хотя эти никто не читал, они боялись выйти прочитать перед московской публикой, там что-то там свое, что они говорят, вот они так газетку отдали и все. Их потом опубликовали, вот. Я читал, единственный из всех, вот. Я нормально прочитался, там, сказал то, что я хотел сказать, вот. Ну, ну и все, вот. А потом я просто приехал, получил, а потом был какой-то там шикарный банкет, ну, там были такие, например, вещи интересные. Вот мне звонят, например, в какой-то нашей студии, да, вот, телевизионной, и говорят, Борис, вот мы вас приглашаем, там, тудым-сюдым, там, пятое-десятое, расскажите про Табакова. Понимаете, я на фотографиях его сейчас вижу, мне вот прислали там Табакова, а Табакова и Вознесенского. Я вижу их на фотографиях, я их там не видел, вот. Совершенно, это люди для меня совершенно, ну, не имеющие никакого значения, вот. Они совершенно для меня отсутствуют, вот. Табаков и Вознесенский, ну что это такое, вот. Для меня было важнее, были важнее, гораздо важнее другие люди, вот. Я обращал внимание на, так сказать, на совсем иное что-то, вот. Ну, на тех, кого я люблю, а люблю я не тех, кто известен. А я совершенно на все эти антибукеры, букеры там и еще что-то, я совершенно не знал, что там, как там и к чему, вот. Я знаю, что, я знал, что Сергей Гондлевский, например, отказался от антибукера. Вот это человек глубоко умный и уважаемый, вот, и я с ним говорил потом об этом. Ну, я не мог отказаться, потому что там были, в жюри были люди, которых я очень уважаю и люблю. Это был Евгений Рейн, вот, Илья Фаликов. Поэтому, как бы, отказываться было просто, ну, обидеть этих людей я не мог, потому что я действительно очень ценю, это очень чистые люди и совершенно обалденные поэты. В свободное время между вторчернетовскими драками, разборками и писанием качественных стихов Борис Рыжий в 17 лет женился, потом окончил уральскую горную академию. А на досуге стал однажды победителем городского турнира по боксу. Восьмидесятые усатые, хвостатые и полосатые. Трамвайы дребезжат бесплатные, летят снежинки аккуратные, фигово жили, словно не были. Пожалуй, так оно. Однако, гляди сюда, какими лейблами раскрашена моя тилага на спину. Левис пришпандорина, Вест Айланд на руках пришпирена, Пятерублевка, что надорвана, изъята. У Сереги жилина, 13 лет, стою на ринге, Загар бронёю на узбеке. Я проиграю в поединке, но выиграю в дискотеке. Пойду в общагу ППУ, гусар повеса из повес. Меня обурят на мосту Треухоля из ППС. И я услышу поутру, Очнувшись головой на свае, Трамваи едут понутру под мостом. Дребезжат трамваи, Трамваи дребезжат бесплатные, Летят снежинки аккуратные. Я жду только новых стихов, вот и всё. Больше ничего не жду. Я никогда не ждал ничего большего. Я ждал только новых стихов, вот и всё. Никаких денег, никаких премий, ничего я не ждал. Говорит о том, что мне этого не надо. Конечно, это было преувеличение, мне это нужно для того, чтобы поддержать себя, свою семью, своих друзей, наверное. А, ну не знаю, если как бы будущее, что такое будущее. Я пройду, как по дублену Джойс, Сквозь косые дожди проливные, Приблотнённого города, Сквозь все его тараканьи пивные, Чего было, того уже нет, И поэтому очень печально Написал бы уральский поэт. У меня получилось, Случайно подвозили наркотик к пяти, А потом до утра танцевали, И кенту с партаком лебеди Не от ложку в ночи вызывали. А теперь, кто дантист, кто говно, Кто владелец нескромного клуба, Идиоты, а мне всё равно. Обнимаю, целую вас в губы, Да иду, как по дублену Джойс, Дым табачный, Вдыхая до боли, Here I am not love for my voice, I am love for my existence only. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!